Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 4 апреля и у многих огородников, у тех кто сеял в традиционные сроки, в середине марта, в конце даже марта, начинают появляться рассада и для них уход за рассадой только впереди. И вот сейчас самое время поговорить о тех основных ошибках, которые мы допускаем все мы при выращивании рассады. Очень часто люди жалуются, вот у меня рассада какая-то слабая, нехорошая, светлая, хилая. Сейчас я расскажу о 4 основных ошибках, которые мы допускаем при выращивании рассады, сами того не замечания. Я вот выставила сюда, принесла свою рассаду, которую я сеяла для получения раннего урожая, и расскажу, и потом сравню, объясню, зачем я вот те огромные сюда принесла, и вот эти вот, которые маленькие. Но начну с ошибок. Если даже у вас хорошие семена, но не будете выдерживать режима, условия выращивания, у вас рассада никогда не получится вот такой вот крепенькой, хорошей, не вытянутой, зеленой. Основное, самое главное, я каждый раз говорила об этом, когда сеяла свои, когда у меня всходили, это неправильный режим полива. Основная ошибка, которой грежат многие начинающие, им кажется подойдут, вот чуть-чуть земля подсохла, им кажется, что надо еще полить, заливают рассаду. Поливать рассаду томатов нужно только при полном подсыхании верхнего слоя грунта, потому что если вы подойдете, пальчиком потрогали, вам кажется сухо, но вот я всегда глубже туда заглубляюсь, заглубитесь туда, там грунт еще влажный, нельзя переувлажнять. Если вы будете переувлажнять, переувлажнение, это развитие грибковых заболеваний, если вы будете переувлажнять и у вас будет мало света, рассада обязательно вытянется. Самая главная ошибка, это нарушение режима полива. Вот у кого рассада сейчас только родилась, маленькая, не поливайте чаще одного раза в неделю, ну и конечно это зависит от вашей температуры комнатной, пробуйте грунт пальчиком, если чуть-чуть влажный, не поливайте, это не огурцы, это у огурцов должно быть всегда влажная земля, помидоры, верхний слой грунта, пусть будет даже сухой, лучше не будет никакой плесени. Ну и второе, раз уж сразу про грунт начала говорить, вторая ошибка при выращивании рассада, но это даже не наша ошибка, это неполноценное питание, которое поступает у нас из грунта, нашим растениям, но тут, если вы в магазине покупаете грунт, вы никак не сможете определить, полноценный он составлен или неполноценный, все ли там у нас макроэлементы, микроэлементы, поэтому я всегда говорю, как только начнете год-два на магазинной рассаде, на магазинном грунте рассаду поворачивайте, переходите лучше на свой грунт. Я всегда, уже много-много лет делаю свой грунт, паревая земля 50%, 50% перегноя, и полстаканчика золы на ведро. Прекрасный грунт хватает до высадки на улицу или в теплицу, растения всегда получаются жирненькие, зеленые, красивые, ну может быть минимум одну подкормку я делаю, одну-две, и то только потому, что сею очень рано. Хороший грунт, если вы будете делать свой хороший грунт, можно вырастить рассаду полностью, без подкормок, избавить себя от этого, и главное, чтобы грунт был чистым, без всяких бактерий и инфекций, протравленным. Вот это вот вторая ошибка, которая, ну это даже, можно сказать, не наша ошибка, это вот такой фактор, который мы проследить не можем. Когда вы берете покупной грунт, вам неизвестно, есть там все нужные питательные вещества или нет. Бывает, что когда грунт неполноценный, растения становятся бледненькими, хиленькими, но тогда вам помогут подкормки. Еще одной ошибкой, третьей, которая встречается очень-очень часто, это нарушение светового и температурного режима. Тут тоже мы не всегда подвластны, потому что растениям требуется для прекрасного роста, для их жизни 25 градусов тепла днем, примерно и 12-15 ночью. Конечно, если у вас вы живете в благоустроенной квартире, если у вас отопление центральное, вы никак не сможете понизить ночью эту температуру. Ну как-то вот ставят на подоконники, проветривают, но тут я ничего даже посоветовать не могу, мы живем в частном доме, у нас, естественно, днем всегда теплее, топим печку, ночью всегда попрохладнее. У нас как температурный режим более-менее подходит нашим растениям. И, конечно, свет. Если у вас регион с таким климатом, что мало солнечных дней, обязательно подсветка. Без подсветки, особенно если сеять в феврале, в марте, в начале марта, никогда растения не будут коренастыми, зелеными. Если будет недостаточно света, вот эти стволики будут истончаться, вытягиваться. Вот у меня, видите, они даже густо посеяны, еще не распекированы, еще в отдельные горшочки. Но все равно они все коренастые, все зеленые, выглядят очень хорошо. Только потому, что они все у меня стоят под лампами. И самая последняя ошибка, которая зависит полностью от нас, тут уже ни грунт не виноват, ни температура в квартире, ничего. Иногда рассада у нас не получается, только из-за того, что мы не высчитываем точную дату посева томатов для нашего региона. Обязательно учитывайте свой регион, свои погодные условия. И высчитывайте точные даты посева, когда вы можете посеять, раньше которой даты нельзя вам сеять. Помидоры, как мы высчитываем, можно высаживать помидоры только тогда, когда температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 5. Понижение температуры до плюс 5 еще как-то мало-мало наши томаты переживут, но уже 1-2 градуса, 0, это будет для них губительно. Поэтому, если вы не знаете сами, спросите у соседей, у более опытных там огородников, когда у вас традиционные сроки высадки рассады в открытый грунт, и отсчитывайте от этого 60 дней, вот ровно 2 месяца. Если у нас в Сибирском регионе 5 июня мы все высаживаем в открытый грунт, но не все, а кто высаживает в открытый грунт, то у нас должна взойти рассада за 60 дней до этого дня. То есть 5 апреля, то есть завтра, тот, кто высаживает в открытый грунт, уже должны показаться всходы. Значит, конец марта или начало апреля для открытого грунта должны быть посевы в Сибирском регионе. Средняя полоса России сеет раньше на 10 дней, а вот у кого холодные регионы, те, конечно, немного сеют позже, у кого нет теплиц. Но вот эта вот дата высадки, она сильно влияет на все у нас. Если вы посеете рано, но у вас нет теплицы, и вам некуда высадить будет в более ранние сроки, рассада будет перерастать. Она вся вытянется, она перерастет, она зацветет, она все силы истратит свои вот на это цветение. У нее будет мало уже питательных веществ в этой земле. Ну и все знают, как тяжело высаживать перерощенную рассаду. Она гнется, ломается, ее приходится закручивать и спиралью, и лежа укладывать. Чтобы у вас не было таких проблем, не высаживайте раньше ваших традиционных сроков, которые уже установлены для вашего региона. В каждом регионе есть свой срок. Вот у нас Сибирь, 5-10 июня, все. Если нет теплицы, раньше этого срока никто не высаживает, умные люди, и никто раньше не сеет. Если вот мы сеем, кто сеет раньше, тот может обеспечить более раннюю высадку. Есть какие-то дуги, есть какие-то пленки, есть какие-то теплицы. Давайте пройдемся еще раз по ошибкам. Все подытожу и скажу еще про сорта в конце. Самая главная ошибка, не нарушайте режимы полива. Очень многие этим грешат. Потом, чтобы был питательный грунт, в какой попало грунт садить нельзя, это вторая ошибка. Грунт должен быть питательный, плодородный, проверенный. Третья ошибка. Температура и свет. Свет обязателен для ранних посевов. Температуру старайтесь регулировать, чтобы было им днем тепло, но чуть-чуть попрохладнее. И обязательно, последняя, вот четвертая ошибка, обязательно высчитывайте точную дату посева, не нужно переросшую вам рассаду. И опаздывать тоже не надо. Если вы опоздаете с посевом, тогда вот эти томаты, например, данный сорт, он не отдаст весь урожай и зелеными придется снимать. И еще, это не ошибка, а просто моя рекомендация. Хочу сказать, что выбирайте вот для раннего, кто ранно сеет посева, те сорта, с которыми вам будет легко работать. Вот смотрите, вот у меня сорт Настенька. Они все такие аккуратненькие, плотненькие, невысокие. И вот на этих сортах именно я всегда останавливаю свое внимание при выборе, при посеве ранним. Вот хочу для сравнения показать вам несколько кухтов посадила сибирский изобильный. Он даже, наверное, я не смогу его показать. Он вырос такой огромный. Где у них тут макушечки? Ну, до макушечек мы даже не дойдем. Он вырос, короче, такой огромный, что не входит у меня ни в какой стеллаж. Это потому что сорт индетерминатный. Он двухметровый, в готовом виде будет. Ну, просто я, как сказать, ну, захотелось мне вот четыре куста, вот этих ранних-ранних. У них очень хорошие характеристики. Они вкусные, красивые, все. Но, сейчас как-нибудь покажу вам лежа, что ли, какие они длинные. Ну, смотрите, какие они вымахали длинные. Вот сравните вот эту вот Настеньку и вот эти полметровые, которые пришлось уже мне пересадить даже в пятилитровую баклушу, только потому что они... Ну, вот мой совет. Вот такие высокорослые, сильно огромные сорта двухметровые, которые полтора метровые, индетерминатные. Если вы, у вас нет времени с ними возиться, в ранние сроки лучше их не высевать. Вот идеальные сорта, которые детерминатные у меня, с ними никаких ни забот, ни хлопот. Они у меня выросли, они посажены раньше на неделю, чем вот эти вот великаны. Нынче великанов этих насадила, вот у меня теперь пятилитровые баклуши стоят по всему дому, и я не рада. И на будущий год я, конечно, буду сеять их позже, откажусь. Ну, всё, не буду вас задерживать. Четыре основных ошибки я назвала, и в дополнение к этому, если у вас нет много свободного времени, и вы не хотите мучиться вот с этими, с великанами, лучше внимательно выбирайте сорта, и для самых ранних-ранних посевов выбирайте невысокорослые. Они дают такие же плоды, крупные, вкусные, но в зимний период выращивать их намного легче. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова, и основные ошибки, которые мы допускаем при выращивании рассады томатов. Субтитры создавал DimaTorzok